приветствую друзья это особый выпуск который связан с неприятным но достаточно частым явлением для нашей школы он касается недоверия зрителей по отношению к возможностям которые предоставляет академия живописи оживитель арт и это недоверие она вполне обоснована потому что в современном мире ни один художник ни одна школа ни один вуз в мире не может давать таких возможностей касательно качество изображения тонкости работы которая позволяет передавать воздух пространстве без следов и мазков кисти сложнейшие цветовые эффекты в работе не конечно же впечатление которое испытывает зритель при созерцании полотна в топ живописи мы столкнулись ситуации когда анастасия решетова увлеченный искусством человек выражает скептицизм в наших обещаниях говоря что мы вводим людей в заблуждение и что такого просто не может быть потому что даже ученые на данный момент не знают как да винчи мог создавать такие работы где толщина мазка два миллиметра пространство без следов и мазков кисти и мы решили не рассказывать не показывать дистанционно а организовать оффлайн мероприятия и пригласить анастасию и всю аудиторию насти чтобы оффлайн смогли убедиться в обратном то есть посмотреть увидеть все своими глазами потому что живопись принято смотреть живьем и именно так получать вот эти вот впечатления которые возможно передать произведением искусства и в перед тем как мы посмотрим весь этот сюжет я хотел бы сказать что вы можете сейчас организовать собственноручно такое же мероприятие в своем городе своей стране отправьте пожалуйста если есть какие-то сомнения и в чем они заключаются если их даже нету отправьте страну и город в котором вы проживаете в котором хотели бы чтобы подобная выставка произошла и вы сами смогли увидеть и насладиться этими произведениями искусства которые сейчас в мире не может создавать никто нам нужно не меньше 60 ваших комментариев до различных чтобы мы смогли действительно выбрать то место в котором будет в новом 2024 году проводиться подобное оффлайн на мероприятие выставка и будем рады вашему активному участию и показать действительно произведения которые влияют на разум и сердца зрителей а сейчас давайте перейдем к выпуску и посмотрим как мы развеивали эти сомнения слушайте со мной связался основатель академии живописи оживитель арт станислав мне написал что сегодня они устраивают в эту выставку топ картин среди преподавателей художников для того чтобы я записала опровержение да помните да что вчера я оставила очень интересный отзыв о рекламе этой академии и сегодня они меня пригласили живо увидеть эти работы в галерее арт-мазон ну вот я приехал галерею арт-мазон и сейчас мы посмотрим что же здесь у нас карьера и Субтитры создавал DimaTorzok Абсолютно все художники, потому что эти технологии не имеют аналогов в мире, и такие работы можно создавать только... Скажите, да, зачем здесь лупы лежат? Вот как раз можем посмотреть. Мы были в Третьяковской галерее и видели следы кисти. У Леонардо толщина мазка всего 2 микрона. И мы сейчас можем как раз в этом убедиться, как создается именно одно такое вот цельное пространство без следов кисти по технологии Дмитриевича. Это вот как раз то, что было в Третьяковке, вблизи текстуру работы. А здесь для текстуру просто идеальные нанесения и передачи. Это вообще картинки у вас, которые достичь, достичь. Ну это как раз обеспечивает сама технология работы, потому что здесь мы работаем оптическими смесями 80%, которые делаем сами. Потом вводим цвет. Мы не подбираем цвет на палитре, то есть он образовывается сам собой, причем многокрадного нанесения разных слоев. И таким образом получается вот это вот свечение. То есть мы не кистью даже делаем, например, мы оптические смесь вот так вот на нос, мы не втираем в пространство, чтобы этих слоев не было видно. И вот под лукой можно будет вот как раз, да, и здесь смысл этой технологии, то, что краски совсем цвет не перебирается на палитре. И таким образом мы, конечно, получали вот такое произведение без мозгов, без следов кисти. Вот когда стоишь перед кофеем, какое впечатление оно на тебя оказывает, какие эмоции, что оно вызывает, как оно воздействует на человека, то есть это важно. — Слушайте, а вам, подождите, вы пусть репродукт лопухи, ну а когда возьмете минуту? — Вот, да. Потому что никто в мире не может создавать такого качества работа. То есть сейчас это Леонардо есть, но их даже не продают, потому что никто не может их создавать. — Мы же говорим тогда об искусстве, как о влиянии, то есть как о возрождении появились, это влияние искусства на человека. То есть как Леонардо говорил, что мы через живет и спознаем мир, и чтобы мы могли его познавать, мы должны видеть красоту. То есть красота обовлекает, и потом уже распаковывается перед человеком идея. Вот это внутреннее свечение, и даже когда направляет свет с разных концов, вот это мерцание самоцвета, оно как раз образуется. Потому что мы слой на слой накладываем вот эти оптические смеси, которые мы делаем сами, и ими ведется около 80% работы. И мы совсем не подбираем цвет на палитре. — В общем, мне кажется, вот эти рамки, когда ты должен четко повторять за мастера, вы все брали, кроме даже никакого того, чтобы выражать на высоту самовыражение. Это получается как копирование. Вот мы называем это неким суррогатом творчеством. То есть ты повторить можешь, а потом хочешь сам это сделать, плюс сам у тебя уже не получается ничего. И это нужно десятилетия, буквально, ну, вероятно, долгий труд, да, чтобы насмотренность появилась, какие-то навыки, понимание, как эти цвета смешивать на молитве, чтобы не получилось грязь. Вот мастер ее делал около пяти лет. У нас на второй ступени ее делают ученики за восемь месяцев. Работы получаются лучше, чем у художников, у профессионалов, без следов кисти. И это как раз от технологии. То есть здесь, чтобы понимать, как она, технология взаимодействует, надо понять, по какой структуре они делались. То есть мы берем вот с темного образа все начинаем, тот, как восход солнца. То есть мы начинаем с темного, наждачной бумагой вычищаем, да, образ наш, просто цепляем лишнее. Самое сложное сейчас в живописи — это закончить работу. У нас же, наоборот, у нас ее можно совершенствовать до бесконечности, вот как ее надо довенчать. То есть постоянно прорабатывая душа и это пространство. То есть тут все образуется само собой за счет вот этого технологии, как это постепенно идет по законам природы. Всю эту впечатляющую информацию я до сих пор не могу поверить визуально, как это происходит. И мне хотелось бы все-таки знать, как идет этот процесс, потому что я очень дотошная в таких вопросах. Если начинаю чем-то интересоваться, то до конца. Поэтому я думаю, что мы должны уже все рассказать. У нас обучаются как лучшие художники мира, так и начинающие с полного нуля, которые вообще абсолютно никаких терминов не знают. И на этом мастер-классе мы прям по этапам показываем эту технологию, что для нее надо и как это возможно, потому что действительно в это трудно поверить абсолютно всем. Мы хотим пригласить вас на мастер-класс, на трехдневный, в котором мы рассмотрим каждый этап ведения работы, который позволяет приблизиться к работам музейного образца, создавать произведения искусства, которые влияют на разум и сердце зрителя. И там будет теоретическая часть и практическая, чтобы было максимально понятно и доступно абсолютно каждому, как начинающему с полного нуля, так и лучшим художникам мира, которые у нас также обучаются. Субтитры сделал DimaTorzok